Айронмен. Железный человек. Название наиболее подходящее для описания тех титанических усилий, которые преодолевает триатлонист во время дистанции. Айронмен Казахстан. Первый раз в этой части мира. Это 3800 метров плавания и 180 километров на велосипеде и 42 километра будут бежать здесь в Астана парке. Очень огромная гонка. 2200 людей зарегистрировалось. Я очень рад, что могу быть здесь. Супер-супер, что вы здесь пришли. И очень много участников, очень много зрителей. Просто огромная-огромная гонка сегодня. В Айронмене есть дистанция, которую называют половинкой. Она также состоит из трех этапов. Заплыва на 1 километр 900 метров, также 90-километрового велоэтапа и 21 километра бега. Кстати, среди участников половинки на этом Айронмене был и Сирик Сапиев. Желаю каждому участнику дойти до финиша. Планы дойти до финиша, если будет возможность улучшить свой результат при жизни. Спасибо. Улучшить время и просто пересечь финишную черту – это основная цель многих Айронменов. Ведь в гонке участвуют триатлонисты-любители. Саму дистанцию Айронмен невозможно пройти, скажем, на апельсинах и на бананах. Поэтому спортсменам приходится употреблять энергетические батончики, вот как у меня в руках. И здесь на пунктах питания также есть гели. Оно быстро усваивается, потому что от этого много энергии спортсмен не получит. А находиться ему на дистанции 10-16 часов, если говорить о полном Айронмене. Также спортсмен теряет много солей, калия, натрия, магния. Ему предоставили соленые печенья. Всегда хочется больше соли. Если они не употребляют соль, то у них будут судороги, будут мышечные спазмы. Подобный недуг случился и с Айронменом Кристианом Мариатейлом на гонке в Таллине. Причем в самый ответственный момент. К слову о недостатке калия, помните это видео? Вот это как раз, да. Вот это как раз случай с ним. Но это после финиша это нормально. Главное, чтобы не во время дистанции. После финиша, да, снятие кроссовок, вот это все это приводит к такому спазму. Превозмогая боль, он все же сделал предложение. И возлюбленная не смогла отказать. Кстати, так сказать, заправляться на гонке можно было только на подобных пунктах питания, которые раскинулись каждые 4 километра на беговом этапе и на каждом третьем-четвертом километре велоэтапа. Ну а если атлет примет пищу из рук болельщиков, то за этим следует дисквалификация. После вводного этапа триатлонисты пробегают 500 метров до транзитной зоны, где их уже ожидают их железные кони. Можете сказать, чем отличаются подобные велосипеды от тех, на которых выступают триатлонисты? Разница первая – это геометрическая особенность рамы. И на триатлонных велосипедах с завода предусмотрен лежак. Геометрия велосипеда сделана таким образом, чтобы вы мощнее давили на педали, тем самым средняя, максимальная скорость выше. Естественно, аэродинамическое положение спортсмена на триатлонном велосипеде выше. Такие велосипеды нужны триатлонистам для скидывания драгоценных минут и секунд со своего прошлого результата. И в погоне за личным рекордом или удобством на велоэтапе некоторые спортсмены готовы покупать самые лучшие велосипеды. Однако, какой бы у вас не был велосипед, осилить айронмен без должной подготовки вряд ли получится. Конечно, если это какой-то выдающийся результат, то и тренировки должны быть соответствующие. А в целом, ничего сложного. Любой, кто захочет стать айронменом, любому это под силы, было бы желание. Расписание тренировок. Но в целом, если мы говорим про полную дистанцию, я вам буду усредненными цифрами говорить, но это 12-15 часов тренировок в неделю. А если мы говорим про половинку, сегодня же и половинка тоже стартует, то это в целом 10-12 часов в неделю. День гонки обещал быть жарким. Поэтому организаторы запаслись питьевой водой и тремя тоннами льда. На соревнованиях было около 1200 волонтеров. Они спасали спортсменов от столичного зноя, помогали находить свои сумки, чтобы переодеться в транзитной зоне. Словом, без них гонка точно не состоялась бы. Мы сейчас находимся в транзитной зоне. Участники сюда приходят, чтобы переодеться, переобуться для перехода на следующий этап. Стал известен первый финишер так называемой половинки. Им стал Люксембуржес Оливер Годдард. Он преодолел водный этап за 27 минут 56 секунд, а велоэтап за 2 часа и 5 минут и 23 секунды. Плыть было нелегко, потому что было много участников. А, велоэтап. Нужно сохранять аэродинамическую позу 2 часа. Это очень сложно. Долго ждать второго финишера половинки не пришлось. Богдан Коваленко из Санкт-Петербурга уступил всего 1 минуту Оливеру Годдарту, пройдя дистанцию за 4 часа. Все хорошо. На плавании, правда, очень много людей было, потому что соприкоснулись, получается, с полной дистанции. Половинка пришлось оплывать, маневрировать. Ну, тоже прикольно. Свой шарм. Тебе сколько лет? 24. 24 года. Молодой спортсмен. Богдану удалось в самой молодой категории показать еще и самый лучший результат. Как правило, обычно на таких соревнованиях побеждают люди больше старшего возраста. На лицо пример Оливера, которому 46 лет. Обычно мы привыкли воспринимать, что молодые сильнее, но не в аэронмэне. В аэронмэне опыт, нервы, выдержка. Вот что сильнее. Вот что решает. Помимо бывших спортсменов, в гонке приняли участие также и представители казахстанского шоу-бизнеса. Это долгожданный старт, потому что готовился к нему три года. Мой первый аэронмен. Потому для меня тут особая атмосфера, особое волнение. Ощущения после финиша незабываемые, потому что в середине дистанции тебе хочется сойти от усталости. Но победить себя в этот момент есть суть аэронмэна. На этом аэронмене стартовало более 1703 атлетов из 56 стран. И помимо заветной медали, домой они улетят с карбоновыми велосипедами в чехлах и с теплой памятью в сердцах. Это удивительный город и фантастическая гонка. Я счастлив. Ну а тем временем к финишу уже подоспел главный герой старта. Победитель аэронмен Казахстан 2022, россиянин Алекс Григорьев, который прошел дистанцию с результатом в 8 часов 13 минут. Короче говоря, я хотел сегодня сделать вам результат из 8 часов, но что-то пошло все не по плану. Было очень тяжело. Наверное, у меня акклиматизация началась. Мы из Питера пролетели. И было, короче говоря, тяжелее, чем я ожидал. Когда я вышел на бег, я думал, что я вообще не добегу. Хоть у меня был большой отрыв. Короче говоря, если бы я не бежал первым, я бы точно сошел. Но так как я бежал первым, я думаю, я буду ковылять, пока меня не догонят. И договылял. Его соотечественник Березняк Антон с отставанием в 36 минут пришел вторым. А казахстанец Алексей Вшивцев с результатом в 8 часов 51 минута был третьим. Что ж, вот и этот аэронмен подходит к концу. Церемония награждения проходит на таком небольшом триатлетском тое, как его называют организаторы. И, наконец, после тяжелого дня эти ценители стаинских дистанций могут, наконец, восполнить то самое углеводное окно. На аэронмен 2022, кроме индивидуальных гонок, были и эстафеты. Победителем в одной из этих дистанций стала команда Саденбека-Касенова. Сегодня была разновозрастная команда. И получилось, поставили большие цели, выиграть и получилось у нас сегодня. Какой тактике придерживались? Выкладываться на максимально. Сегодня участвовала в эстафете, закрывала велоэтап. В принципе, я довольна результатом. Мы заняли второе место среди смешанных команд. Со мной в команде были два парня, и я девушка. Я брала самый длинный этап. К сожалению, за два дня до гонки я приболела, слышно по моему голосу. Но, несмотря на простуду, я вышла на старт. Спасибо организаторам и всех участников, кто выиграл, кто победил, кто преодолел себя. Поздравляю и желаю дальнейших успехов. Я бы все-таки предложил нам, казахстанцам, которые сегодня стоят на пути развития этого бренда, этого направления в жизни или этого стиля жизни, присматривать в его сторону не только как спорт, и не только как плавательные очки, велосипеды, кроссовки для бега. Это гораздо больше. Это целый мир. По итогам этого старта можно сказать, что на следующих двух чемпионатах мира Айронмен будет больше казахстанцев. Ведь на этом первенстве разыгрывалось 90 слотов. В копилке у казахстанских железных людей 33 слота на полный Айронмен, который пройдет на Гавайях, и 23 слота на Айронмен 70.3 в Финляндии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok